Открыл для себя год учителей, наставника и государственный архив в городе Ирбите. Здесь специалистами подготовлена выставка, в основу которой легли архивные фонды и личные документы педагогов, которые посвятили всю свою жизнь воспитанию подрастающего поколения. Вообще в архивной деятельности самое интересное – это работа с личными документами. А с личными документами учителей – это вообще самая интересная и полная коллекция. Потому что учителя, сами работая над такими же подобными проектами, знают, какие документы заинтересуют через много лет возможного посетителя архива или выставки. Открытки и награды, фотографии, запечатлевшие самые разные события из школьной жизни сразу нескольких поколений ирбичан. Плюс учебники, по которым дети и подростки осваивали науки больше ста лет назад. А некоторые экспонаты здесь по-настоящему уникальны, так как не просто фиксируют отдельные моменты, но могут показать само течение времени. Нина Александровна Чекина, учитель начальной школы. Она передала 86-й год, но 86-й год, я могу предположить, это первая школа. Вот прямо с первого и до выпуска. Интересные внеклассные занятия, встречи с ветеранами. И все это в настоящее время хранится в Ирбитском архиве и готова рассказать заинтересованным о том, как работали и чем жили педагоги нашего города. И на их примере возможно помочь освоиться в этом непростом деле и педагогам молодым, тем, кто сегодня только начинает свой путь в профессии. Я хочу стать педагогом, о котором тоже будут говорить, поэтому мне это очень интересно. Вот узнать, какие это были люди, чем выдающимся они занимались. Поэтому вот мне интересно посещать такие места, как музей и вот архив. Так что выставка эта может быть интересна самому широкому кругу ирбичан. И тем, кто хотел бы вспомнить своих наставников и поностальгировать о самом счастливом и беззаботном времени. И тем, кто готов заглянуть в свое будущее. Сообщество учителей города Ирбита, наверное, всегда пользовалось такой популярностью, потому что очень много сильных педагогов, которые стали впоследствии заслуженными учителями Российской Федерации. И, в частности, Яков Львович Гирштейн был моим учителем, моим директором, потому что я закончила школу номер три в советское время. И вот то, о чем сегодня говорилось, это я познала просто на себе.